МУП «Центр ЖКХ» планируется преобразовать в акционерное общество. Условия приватизации составили с учётом финансовых показателей предприятия по результатам работы за 9 месяцев прошлого года. Приватизацией подлежат всего 63 объекта предприятия – здания, помещения и сооружения. В основном это имущества, которые используются в деятельности Центра ЖКХ. По максимуму изъяли имущество, которое сегодня приносит улыбки предприятия. Мы вступим в виде оленда, где коэффициент 0,01, где безвозмездное пользование. Всё стоит представлено за собой. Балансовая стоимость активов составляет более 13 миллионов. Эта сумма будет уставным фондом акционерного общества. Как отмечает директор организации Николай Шестопалов, деятельность Центра ЖКХ после реорганизации останется той же самой. И подход к оказанию услуг не поменяется. В управлении также останутся и неликвидные дома. Акционерное общество, которое будет сформировано, акционером будет администрация. Ответственность за обслуживание и содержание жилых домов, даже тех категорий, о которых вы говорите, так или иначе несёт администрация. И здесь ничего не поменяется в этом отношении ни в политике, ни в подходах к решению данного вопроса. Все эти действия, которые предпринимаются, включая тариф и реорганизация предприятия, они в первую очередь направлены на то, чтобы сохранить данный инструмент, его модернизировать и, соответственно, чтобы в дальнейшем выполнял ровно те функции, которые сейчас выполняют. В состав совета директоров войдут заместители главы администрации и представители Городской думы. Всего семь человек. Преобразование МУП-центра ЖКХ в акционерное общество планируется завершить к концу года. Этот вопрос решили вынести на обсуждение на заседании Городской думы. На заседании комитета депутаты также обсудили проект решения о приватизации Горавтотранса и преобразовании его в общество с ограниченной ответственностью. Уставный фонд предприятия – более 30 миллионов. Виды деятельности после реорганизации остаются теми же самыми. В ООО также предусмотрен Совет директоров. На заседании предложили в ближайшее время заслушать отчет о текущем состоянии дел Горавтотранса. Вопрос о приватизации предприятия вынесли на заседание думы. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.